всем привет на канале удач мы сегодня мы с вами продолжаем тематику беженцев тематику палестинцев комментариев вскользь пройдемся по некоторым из них и самом начале я хотел бы вам напомнить я вот уже в каком видео подряд прошу вас первую очередь общаться на канале культурно вежливо без оскорблений кого бы то ни было неважно в адрес автора летят едкие комментарии или в адрес каких-то комментаторов зрителей которые приходят на канал посмотреть видео пожалуйста ведите себя корректно потому что когда вы высказываете какой-то свой негатив или какие-то свои негативные эмоции выплескивая их наружу на тех людей которые вообще к вам никакого отношения не имеют это смотрится в некоторой степени некрасиво это первое второе у меня этот канал это не мой первый проект у меня уже были каналы на ю тубе были пробные каналы были хорошо развитые каналы по тем или иным причинам я уничтожал их или убирал эти каналы вообще закрывал это не первый мой проект как я уже сказал и поэтому как общаться с интернет троллями с хейтерами с хайперами я знаю поэтому для тех именно для тех людей которые считают что не своим едким комментарием называя меня каким-то там недалеким или неадекватным или еще кем-нибудь думают что они меня этим заденут вряд ли эти люди в первую очередь ставят себя в невыгодном свете перед другими людьми ну а теперь это так вкратце теперь идем далее по комментариям мне кто-то написал под одним из моих последних видео что почему я удаляю комментарии я уже вам говорил что у меня на к на канале включен жесткий фильтр для комментариев не стандартный а именно жесткий то есть все слова которые находят youtube и ютубовские роботы скажем так подлежащими цензуре или недостойными всеобщего обозрения или всеобщего чтения все слова или все комментарии они уходят в коробку со спамом эту папочку я проверяю не на работе эту папку я проверяю дома когда у меня есть время поэтому если ваш комментарий вы написали его и он куда-то пропал вы же немножко подождите скорее всего или вы высказались несколько некультурно или он ушел в спам по каким-то иным причинам есть же люди которых я сразу отправляю в бан потому что они ведут себя на канале как малолетние гопники надеюсь я вот так вот по комментариям вам объяснил что к чему чтобы никто не возмущался куда деваются комментарии или почему я удаляю ваши комментарии а теперь вот пожалуйста по этому палестинцу которому присудили высшую меру наказания без права подачи апелляции через 15 лет на пересмотр его уголовного дела одна женщина мне написала следующее да уж глупее ничего и не читала и не слышала это ж надо такую глупость высосали из пальца типа заголовок не тот и вообще я несу чушь я не стал ей отвечать ничего потому что я прекрасно понимаю что она живет в своем мерке в каком-то она может быть ходит на работу приходит с работы сидит у себя дома перед телевизором или перед компьютером и ничем больше не занимается практически и считает что то что где-то происходит ее не касается типа как поговорки моя хата с краю ничего не знаю и она мне написала в своем комментарии что этих беженцев из палестины нужно по пальцам сосчитать выйди на улицу и сосчитай сколько тысяч палестинцев приехало сюда в германию выйди и посчитай а потом скажешь нам а то что ты утверждаешь что все это ложь все это клевета что ж получается я видео рассказал то что какие-то журналисты просто-напросто смонтировали со своими статистами для того чтобы набрать рейтинга для своих видео каналов или для своих телеканалов ну просто глупости вот когда читаешь такие комментарии а которые отвергают очевидное не хотят его признавать то есть вот говоришь человеку вот посмотри молоко белого цвета он тебе говорит коже но белого цвета оно же зеленое посмотри ведь это же зеленый цвет или человек дальтоник или он пытается над тобой поиздеваться одно из двух в таком случае об этой женщине я могу сказать то же самое или она вообще не в курсе событий или она пытается поиздеваться над теми людьми которые попали в такую ситуацию в какую попали люди которых резал вот этот вот идиот палестинец у меня другого вывода именно вот по такой ситуации нет если она отвергает очевидное это не значит что этого очевидного не существует и таких как она очень много в германии в любой стране неважно герман в любой стране таких людей очень много она утверждает что этого нет что все это клевета не дай бог тебе встретиться или твоим знакомым или твои рад твоим родным на улице с таким вот неадекватным идиотом уголовником которому абсолютно наплевать или это птичка или это кусок земли или это человек пырнуть его ножом и пойти дальше не дай бог встретиться тебе или твоим родственникам с таким вот ушлепком на улице потом ты уже когда не такая ситуация у тебя случится ты уже будешь разговаривать по-другому поэтому вот этих вот палестинцев которые прибегают в германию и начинают здесь устраивать различные бесчинства беспорядки хаос или вот в этих вот лагерях для беженцев дерутся устраивают по ножовщину их не надо защищать нечего их защищать она принадлежит вот это вот женщина или девушка я не знаю ее возраст ей видней она скорее всего принадлежит к тем людям о которых когда рассказал евгений леонов фильме обыкновенное чудо если кто не смотрел фильм посмотрите он очень интересный слова которые произнес евгений леонов когда жену моего дяди избивали он стоял в сторонке и говорил потерпи и может быть обойдется вот она примерно из той же когорты людей которые считают что нет это меня не касается ну зарезали ну что ж это жизнь это не жизнь это бардак и с этим бардаком нужно что-то решать а не кричать на любом видеоканале о том что мол типа я рассказываю неправду я говорю то что есть на самом деле и стараюсь со своей позиции высказывать нейтральную точку зрения по этим ситуациям для того чтобы не вызвать гнев ни одной из из противоборствующих сторон в частности это касается допустим вот украины россии израиля палестины сирии ирака или турции или еще кого-нибудь или допустим тех же самых боксеров и венчунистов это если касается тематики спорта которую я у себя на канале тоже время от времени затрагиваю сейчас я просто ушел от этой тематики потому что все что происходит вокруг нас заслуживает особого внимания и вызывает интерес подискутировать с людьми но пожалуйста еще раз обращаюсь ко всем прежде чем писать свои комментарии на канале неважно в защиту палестинцев или в защиту израильтян в защиту украинцев защиту россиян или еще кого-то прежде чем это писать подумайте составьте эту мысль составьте эту фразу и пишите так чтобы фильтр строгий фильтр не отправил ваш комментарий в спам некоторые комментарии я просто не читаю их уничтожаю оттуда людей других которые называют допустим меня фашистом расистом и так далее я всех отправляю спам верни в банк я с такими людьми даже разговаривать не собираюсь и был у меня их вот сейчас под конец был у меня там один комментатор который начал сначала любезная говорящая голова потом пошел 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 начал обзывать германию типа мол германия это защищаться разных первых первой второй мировой войны германия отправляет свои отряды туда чтобы там убивали в ираке убивали в иране убивали в афганистане убивали в сирии убивали то-то-то-то потом он уже переходит на личности мол типа я такой же как и все вот эти вот израильтяне такой же как и все вот идет милитаристские бандиты да и вообще я такой же мигрант как и вот эти вот в палестинцы специально для вот таких вот недалеких людей которые в школе не учились просто отсиживали пятой точкой место на своем стуле специально для таких я говорю я не мигрант я поздний переселенец что такое поздний переселенец посмотрите в интернете статьи там достаточно много различного материала прочитайте и потом будете знать как я попал в германию по каким статьям по каким линиям вот и все что я хотел на сегодня сказать не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями соответственно лайк колокольчик ну и будьте нам здоровы всем удачи пока